СОНИК БУМ А-а-а! Актёрское мастерство. Не могу поверить, что увижу Томми Фандера. Он мой любимый актёр. У него есть всё. Сила, мышцы, рельеф, конечно. И глаза, в которых можно утонуть. И, а помните, как за Томми гнались пираты-ниндзя на горе призраков? В каком фильме? Пираты-ниндзя на горе призраков. Не может быть. Фильмы Томми мне нравятся, но его геройство неправдоподобное. Ой, да ладно. Что может быть правдоподобнее подводного боя медведей в Мутант-Предводитель 3? Дамы и господа, я хочу представить новый фильм Томми с дешёвыми игрушками, у которых теперь на 12% меньше острых углов. Итак, Томми Фандер представляет. Томми Фандер в фильме «Восстание короля грома». Встретяйте Томми... Э, Фандера! О-о-о! Томми рад быть с вами. А, куда я попал? Томми, вы мой герой! Отлично! Может, и ты когда-нибудь станешь героем? Привет! Мы все твои поклонники. Здорово! Может, и ты когда-нибудь станешь героем? Ты слышал, Соник? Томми сказал, что я тоже могу стать героем! Ты уже герой, Тейлз! Спасибо! Вот бы ещё кто-нибудь это сказал! Пропустите, пропустите! Дайте пройти! Встречаем Томми Фандера! Настоящую кинозвезду и грозу всех злодеев! Хм, грозу? Да! Томми Фандер – герой! Он не герой! Он актёр! Он никого не спасает! Ты спас мне жизнь, Томми Фандер! Когда я болела, твои фильмы были единственным спасением во браке безысходности! Ты настоящий герой! О-о-о! Помог одной старушке! Не хочу никого отвлекать, но... Сюда летит Эггмен! Мужины, женщины, дети! Бегите как можно быстрее! Вот как я. Я заказал целую дюжину рогаликов! Тринадцать, а не двенадцать! Вас это не касается! Накл! Подбрось мне чёрствую багет! Берегись! Почему каждое моё появление в обществе заканчивается этим? Томми признаёт. Томми впечатлён. Может, и ты когда-нибудь станешь героем? Точно! Я всё понимаю. Томми Фандер не герой. Просто смазливый актёришка, лидер кассовых сборов и любимец публики, конечно же. А не герой, как вы. Рад слышать. Кстати, нельзя ли провести с вами пару дней? Я ведь мастер перевоплощения, и вы поможете мне обжиться в новую роль. Правда? Да! К нам все просятся. А, ну не знаю, ты же... Зазнайка? Да. Таким не место в команде Соника. Кхе-кхе. И друзей. Я не стал говорить, чтобы не терять время. В общем, ты нам не подходишь. Ток-ток. Раз уж нет двери, хотя... Как-то глупо. Что тебе нужно, Томми? Ты прав. Герой должен быть очень скромным. Но ещё и... Очень щадрым. Это твой арбузный образ. Возьмёшь меня с собой на пару дней? Хлоп. Раз уж у меня нет двери. Я и не знал, что в Нямбургере есть вип-зона. Её нет. Прошу вас, мистер Фандер. Ого! А он не форкает при виде нас? С Томми Фандером всех обслуживают как вип-гостей. Ого! Какие чистые тарелки! Я в них отражаюсь! Спасибо за приглашение, Томми. Нам очень приятно. Да, мне тоже. Так, расскажи мне о Саннике. Я тут подумала и поняла. Нужно дать ему шанс. Пускай он побудет с нами пару дней. Но он такой наглый! Только глупцы любят этого шарлатана. Да. Но ты вроде говорил, что его фильмы неправдоподобны. Надо всё исправить. Он наконец-то снимет фильм с настоящими подвигами и героями. Ладно, дам ему последний шанс. А теперь извини, мне надо убрать тухлый арбуз в виде моей головы. Ты не пожалеешь. Томми с радостью узнает, что такое истинный героизм. Ладно, только не мешай, хорошо? Вы меня даже не заметите. Как вы тренируетесь? Вы во сколько встаёте? А, засыпаете? Вы любите гаспачо? Знаешь, что это такое? Ах, нельзя же ходить по пятам и надоедать. Ну, прости. Я про него. Вряд ли многие знают, что героев можно воспитать. В деревне кража! Вы представляете, сколько это стоит? Вот удача! Ага, бандиты Ласки совсем обнаглели. Ребята, за работу! Томми, не вмешивайся. Тейлз, подбрось меня! Вот так мы... Стоп, просто здорово. Можно я снимусь во втором дубле? Я знаю, как сделать эту сцену лучше. В реальной жизни нет дублей. Хорошо, давай ещё дубль. Всё ради Томми Фандера. Так, стойте вместе. Изображайте поверженных и униженных. А Томми быстро вас свяжет. Вот так, ребята. Знаменитый кинозвезда Томми Фандер лично поймал шайку бандитов. Я сделал это не один. Мне помогали. Мой менеджер, агент, стилист, один парень с двумя хвостами. Это он про меня. И, конечно, Соник. Ведь он научил меня быть настоящим героем. Тоже мне герой. Тук-тук! Всё, ещё нет двери? Что тебе нужно, Томми? Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты научил Томми думать, чувствовать и вести себя как герой. Теперь Томми прославится. Минутку, Томми. То есть ты понимаешь, что это не ты их поймал, не так ли? Томми всё понимает. Ты завидуешь. Томми сам бы завидовал Томми. Что? Я завидую! Томми некогда спорить. Он опаздывает на шоу комика-чимпа. Томми Фандер пошёл. Итак, Томми, расскажи об этой битве с жалкими негодяями. Э-э, преступниками. О! Томми огляделся. Их было человек пятьдесят. Все вооружены до зубов. Но Томми сказал им, не сегодня. А вы не промок! По крайней мере, ракет у них не было. Повторник не помешает испечь кексиков. Ого! Похоже, вам никто не страшен. Даже злой доктор Эггман. Я поймаю тысячи Эггманов. Слышишь, док? Томми Фандер бросил тебя вызов. Что такое? Надо проучить этого Томми. Всё, пропал вечер. Надо надевать штаны. Скажи только правду. Как я выгляжу в кадре? Ха-ха-ха. А какие ботинки? О! О! Так, так, так. Неужели это Томми Бландер? Звезда дешёвых фильмов и герой домохозяек? Малкольм, я тебе перезвоню. Эй, привет! Не обижайся на слова Томми. Это же всего лишь шоу. Ха-ха-ха-ха. Конечно, я понимаю. Но всё равно. Бот-уничтожитель вперёд! Вперёд! Мама! Я не герой. Я актёр. Чудесный, но всё же актёр. Меня зовут не Томми Фандер. Я Ирвин Фертельмайстер. Ну ладно, Ирвин. Эй, что с тобой может сделать бот-уничтожитель, кроме как уничтожить? Вам повезло, что мои кексики уже готовы. Мы находимся на месте эпической битвы между Томми Фандером и Эггманом. Давайте спросим очевидца событий о героизме Томми. Итак, слушаю вас. А, Томми настоящий герой. Просто класс. Да, точно. Всё сделал Томми. И теперь Томми готов к съёмкам в новой, сложной, глубокой роли в самом правдоподобном фильме «Атака гигантских людей-муравьёв» в космосе. Соник, ты абсолютно правильно сделал, что похвалил Томми. Теперь нас ждёт угощение. Тебе понравится устрица Рокфеллер. Мы пришли в вип-комнату. Нет никакой вип-комнаты и не было. Я так и знала. Озвучено по заказу АО «Первый канал» «Всемирная сеть». СОНИК БУМ КОСМИЧЕСКИЙ АПОКАЛИПСИС Почему так долго? Я устал ждать. Я уже всё. Я знаю, что делать. Что это за глыба? Новый уровень? К планете приближается крупный астероид. Это конец света! АО! Как всегда, я готов. У меня есть тайный подземный бункер. А почему мы не знали? Да потому что это тайный бункер. Он выдержит всё. Зомби-апокалипсис, восстание роботов, нашествие туристов. Таким я его и сделал. Секретным и неизведанным. Можно подумать, я об этом знал. Убери здесь. Пополни запасы еды и сотрите усы с моих усов. У меня есть план. На нашу планету летит огромный астероид. Идите со мной, если хотите платить. Точнее, жить. Правда? И мы должны поверить в этот мифический астероид? Это правда. Как бы вам этого не хотелось, но только я могу вас спасти. Смейтесь, смейтесь. Когда вас расплющит астероид, вам будет не дать смеха. Зато я буду хохотать до упаду. Вот это комедия! Я могу посмотреть в свой телоскоп. А чем телоскоп отличается от телескопа? Нечем. На нас летит гигантский астероид! На самом деле это вторжение пришельцев! Надеюсь, они дружелюбные и не съедят нас. Если мои расчеты верны, то астероид летит прямо на нашу планету. Астероиды летают все время. Каковы шансы, что он упадет на нас? Сто процентов. Меня все устраивает. Я думаю, лучше всего сместить метеор. Это метеор или астероид? Хороший вопрос. Вовсе нет. Он морочит нам голову и хочет продать места в своем бункере. Если все пойдет как надо, мы изменим траекторию астероида взрывом. Или дадим ему упасть на нас. Точнее, на тех, кто не заплатит за место в бункере. Может, если мы все подпрыгнем, то планета изменит свою орбиту? Я думаю, Тейл что-нибудь придумает. А пока я спрячусь в бункере Эггмена. Я сам хотел это сделать. Я разбогатею. Деньги не нужны, когда нет цивилизации. Место в моем бункере еще нужно заслужить. Напишите сочинение, почему я достоин спасения. А двойной интервал допустим? Бесполезно. Я не знаю, что делать. Минуточку. Конец света. Я все равно буду хорошо выглядеть. Я знаю. Зеркалами мы направим солнечные лучи на астероид. Он нагреется и отклонится от курса. Но нужно много зеркал. Моя злая близняшка как раз сейчас находится в зеркале или в параллельной вселенной. Уходи, злая Стикс. Внимание, Цельсия, огонь! Ох, там столько космического мусора, что я не могу попасть в астероид. А Дефис можно использовать? Эти сочинения ужасны. Кажется, в этот раз я немного перемудрил. Кьюбот. Иди-ка раздай им соломинки. Может, выбрать злейшего врага и оторваться на нем? Мне нравится изогнутая. Придется стрелять из космоса. А надо взять Таракена и Эггмана. Не даст он, хочет, чтобы астероид упал сюда. Тогда... Спасибо. Поздравляю! Вы мои пять финалистов. Остальные идите домой. Как же так. Действуем с вами, как договорились. Что это значит? Нельзя парковаться на полосе встречного движения. Даже в джунглях. Итак, я готов к выполнению миссии. Эм, Соник, мы хотим отправить Наклза. Ни за что! Если что-то пойдет не так, только он сможет поднять аппарат. Но как часто я спасаю мир? Если верить телевидению, раз в неделю. Уступить место ради общего блага – это тоже героизм. Ну ладно, тогда мы с Наклзом оба будем героями. Но именно я героически отправлюсь в космос. Наклз, прибор концентрации лучей – это я его так называю, прибор концентрации лучей – погружен в Эгг-ракету. Когда подлетишь к астероиду, активируй этот прибор концентрации лучей. Тейлз, у нас мало времени. Сократи название. Ладно, ПКЛ. Что? ПКЛ. Что? ПКЛ. Фрибор концентрации лучей. О, что ж ты сразу не сказал? Активируй его, а потом улетай с астероида как можно быстрее. Понял. Первым делом установи угол 47 градусов. Я что-то не понял. Ладно, я все записал. И нарисовал. Наклз, астероид уже близко. Поторопись! О, прости, я задумался. Наклз, магнитное поле астероида не позволит нам связаться с тобой. Думаешь, у него получится? У него есть инструкция. Ой-ой, что я дал Наклзу? Молоко, помидоры, мусс для хвоста. Эта инструкция еще сложнее, чем я думал. Ладно, разберу и сам. Что? Ой, семь лет неудач. Но кому? Кораблю или мне? А-а-а! О, вроде все обошлось. Но только астероид все еще летит на планету, а я в космосе один. В таком случае придется работать по старинке. Компьютер, открой дверь. Прости, Наклз, не могу. Придется работать по суперстаринке. О! О! Да! Прости, астероид. У меня много друзей на этой планете. Эх! Наклз уже должен был выйти на связь. Зря я не полетел. Наклз, ты слышишь меня? Да! Эй, Наклз! Наклз, ты справился? Ну что, мое устройство сработало? Оно сломалось. Но я герой, и я уничтожил астероид. Разбил его на части. Наклз, все эти части упадут на нашу планету. Да! То есть... Ой, это ужасно. Смотрите, с ракетой пришло несколько отличных фоток. Не могу поверить, что Наклз приземлился на астероид. Я тоже. Это явно было снято в павильоне. Может, Наклз и летал в космос, но я отбил 30 частей астероида. Я насчитал 31. Замуровали! Замуровали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СОНИК БУМ Кажется, я догадываюсь о том, что происходит. Кто-то ворует воду, чтобы продавать ее нам. Я найду вас, алчные обманщики! Вы пожалеете об этом уже сегодня, и завтра, и всегда! Воды отключают и включают целый день. Вы это видели? Слышали? Наверное, ведут какие-то работы. Например, воду качают в ванну мистера Эггмана. Ха-ха-ха! Нет, включаем новости! Это новость, которую вы так ждали. Открытие новой фабрики по производству ножниц. Я с гордостью открываю фабрику по производству ножниц! Да, ура! Простите, ребят, пока не получается. Почему они ничего не говорят о перебоях с водой? Может, просто засорились трубы? Все возможно. И я думаю, что это заговор правительства. Нет, чиновники помогают нам. Они умные, трудолюбивые, верные слуги избравшего их народа. Осторожно! Одно неверное движение, и кукуруза по скидке пропала. Жаль, нет, ножниц поменьше. Людям нужна правда! А мне скидка! Какая еще скидка, когда у нас перебои с водой? Тут вот сказано, купи две, одна бесплатно. То есть, одна из двух бесплатно или третья? Я знаю, что все это заговор. Я найду виновных! Нет, нет, не надо никого искать. Мы разберемся сами. Независимый журналист выведет негодяев на чистую воду. У меня важные новости. Запасы воды исчезают. Интересно. И при чем же тут я? Ты же журналист. И как журналист, ты должен сообщить об этом. Сказать правду. Будь голосом народа! Тебе могут дать премию. Премию? Вот отец порадуется. Ладно, так и сделаю. Только даем этот сэндвич. Этот вопрос давно пора задать мэру. Кто возьмет щенков? Опять он про этих щенков. Они такие милые. Кроме одного. Ах ты проказник. Вот что творится в обществе, где журналистов ни во что не ставят. Придется рассказать людям правду, как говорится, собственноручно. Внимание, внимание! Граждане, послушайте! Запасы воды уменьшаются с каждой секундой. Знаешь, кричать не лучший способ борьбы за справедливость. Нам нужно что-нибудь посовременнее. Технологии наш враг! Но враг моего врага это друг? Или это враг вдвойне? В общем, вышибаем клин клином. Или двойным клином. Спасибо, что помог запустить пиратскую радиостанцию Тейлз. Тейлз. Стикс и технологии теперь друзья! Закадычные! Закадычные друзья! У меня не было выбора. Пришлось отказаться от принципов ради истины. Красиво сказала. Ничего не хочешь добавить? Например, мне рассказал это летающий банан? Нет. Ну, мало ли. Итак, выходим в эфир. Три, два, один. С вами Барсучиха Стикс. И я расскажу вам правду! Раду! 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 Нет, я не выдержу правды. Очнитесь, люди! Вода исчезает. А в прессе ни слова, потому что они подкуплены богачами. Зададим себе вопрос. Кто стоит за этим? И вот ответ. Доктор Эггман. У нас звонок. Проекты доктора Эггмана создаются не ради наживы, а ради людей. Вы что, телевизор не смотрите? Послушайте, я все докажу. Завтра вы мне поверите. С вами была Стикс. Надо доказать причастность Эггмана. Я застану его врасплох. Не забудь поймать меня. Это важная часть плана. Мы так не договаривались. Снимай! Это барсучиха Стикс. Я прыгнула с самолета, чтобы доказать, что я не зашла с ума. На откачке воды я заработаю миллионы. Если правда меня не поймают. Это будет кошмар. Акционеры меня накажут. Ага, попался. С Нового года надо прекратить говорить вслух о планах. Я заговорила, что Эггман ворует воду. Я вам сам сказал, но это не важно. Я создам фильтр оглашения планов. На откачке воды я заработаю миллионы. Но теперь-то вы верите мне? Что же вы раньше не слушали? Ой, кстати, у нас звонок. Я не верю тому, что доктор Эггман замышляет что-то ужасное. Но когда на меня накричали, я сам готов кричать. А вот так вот. Надо было верить ей. И заказать суп. Почему я всегда делаю неправильный выбор? С вами была Стикс. Наши рейтинги растут с огромной скоростью. Я говорю, Диксон, реальные новости цепляют. Это все в кавычках. У меня появилась идея. Давай уволим Сора и заменим его на Стикс, например. Стикс! Не вставай. Я Диксон с телевидения. Нам понравилась твоя передача. И мы приглашаем тебя сделать свое шоу. Ни за что на свете. Потому что ты незнакомец. На переход на телевидение. Расшири твою аудиторию. Больше людей смогут услышать тебя. Смогут услышать твой голос правды. Не знаю. Этот незнакомец меня нервирует. Ты же сама сказала, что придется отказаться от принципов ради истины. Это Барсучиха Стикс. И я в офисе мэра. Я спрошу, что знает мэр по поводу перебоев с водой. Итак, я слушаю. Мне плохо. Я объелся кукурузой. Ты выставила мэра глупцом и подорвала доверие к чиновникам. Все зрители в восторге. Отлично. Рейтинги выше крыши. Не взаправду, поэтому я показал вот так. Просто прекрасное шоу. Но нужно убрать пару недочетов. Каких? Небольших. Раз ты подорвала доверие к правительству, может, ты теперь порадуешь зрителей? Я не хочу радовать. Я пришла рассказать правду. Эй, иногда люди радуются. Это правда. Не хочу быть продажной. Ты не продажная. Ты в команде. Не знаю. Как сказала одна популярная радиоведущая, придется отказаться от принципов ради истины. Я снова в офисе мэра, где снова родились щенята. Смотрите, как их много. Теперь их втрое больше. Так, я опозорила себя веселой историей, но теперь снова возьмусь за Эггмана. Без проблем. Лишь одна проблема. Эггман Индестриз наш новый спонсор. Но он злоден. Не нужно делать что-то другое, но нужно носить эту шляпу. Мы сейчас на месте ужасного происшествия. Все не так плохо. Вы не представляете, как часто это со мной случается. Не жаляйте меня. Кстати, отличная шляпа. Не могу. Я поступила с всеми принципами, и они потеряли смысл. Мне уже никто не верит. Я хуже всех. Она соврала. Держи ее. Я хотела вам помочь. Мне не нужна помощь. Помогите. Нужно кого-то сделать виноватым. Нет. Мы должны ковать свое счастье своими собственными руками, а не слушать то, что нам говорят по телевизору. Так что нам делать? Бороться! Все успокойтесь! О, не думал, что вы послушаетесь. Смотрите, это микроволновый водоиспоритель. Трепещите, глядя, как микроволны превращают воду в пар. Он отправится в океан. Но сначала я покажу его здесь. Я снова сделал это. Это твой худший план. Да? Серьезно? В смысле, он продуман хуже всего. Тебе не видать нашей воды. Нет. Вода не общественная собственность. Ее должен приватизировать тот, кто умнее, богаче и красивее всех. Прости, но мы остановим тебя. Нет. Мы остановим. Взять его! Надо подумать об усилении обороны. Начну все заново с нового года. Стикс, ты рассказывала правду, боролась за нее и добилась успеха. Пару слов своим фанатам. Я ухожу! Правда? Уходишь? Значит, я могу вернуться. Надеюсь, ты теперь понял, что правда – это сила. Ты права. Я больше не буду пренебрегать этой силой. Случилось чудо. Щенят теперь еще больше. Смотрите, как их много. Просто прижисть. Озвучено по заказу АО «Первый канал» Всемирная сеть. СОНИК БУМ ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД СОНИК БУМ Правда? Да, правда. Может, Тейлз знает, в чем дело? Тейлз, ты здесь? Может, он у Эмми? Сам виноват. Все проспал. Тейлз, Эмми? Их здесь нет. Точнее, о, нет! Их здесь нет! В Нямбургере тоже никого. Неудивительно. Думай, Соник, в чем же дело? Первый эксперимент по ускорению Соника. Рогатка. Все готовы? Готовы! Готовы! Готов! Второй эксперимент по ускорению Соника. Операция «Суперролики». О, стойте. У меня все еще голова кружится. Надо его ускорить. Что? О, нет, Соник! Ты испортил мои ролики. Третий эксперимент по ускорению Соника. Беговая дорожка. Раз Соник быстро бегает по твердой поверхности, то по движущейся он ускорится еще больше. По-моему, не так плохо. Я пропустил последний отрезок. Можно повторить? Итак, я признаю, что мои эксперименты по ускорению были не очень продуманы. Не очень продуманы? Это значит плохо? Без труда не вытащишь рыбку из пруда. Тебе было так трудно, Тейлз. Все нормально. Без трудностей я бы ни за что не изобрел это. Мой ультразвуковой ускоритель. Не надо аплодисментов. Сначала посмотрите на что он способен. Овации будет втрое больше. Если носить его шесть недель, травмы успеют зажить? Нет. С панели управления я буду посылать сигналы на плату у тебя на груди. И ты будешь развивать гигантскую скорость благодаря новой технологии контролируемого взрыва. Контролируемого взрыва? Это просто набор слов. Чтобы одурачить, не учи. Технологии контролируемого взрыва. Хочу, хочу, хочу. Ты готов, Соник? Ты серьезно? После всего, что я испытал утром? Конечно! Ого, работает! Как ты себя чувствуешь, Соник? Как калибри после третьей чашки кофе? Тейлз, ты гений. Прибавишь скорость. Хорошая идея. И мощности тоже добавлю. У-ху! Быстрее! Быстрее! Может, не стоит? Быстрее! Быстрее! Я знал, что это ты. Это не я, это он. Но он это ты. Он так ускорился, что может быть в двух местах одновременно. Но можно еще быстрее. Тейлз, давай! Надо протестировать систему, прежде чем... Давай! Давай! Думай, Соник, как это случилось? Это все, Эггман? Вот координаты Соника во время исчезновения. Как же ты мог загубить Соника? Так нельзя, Тейлз. Нет, но кто бы мог подумать, что из всех нас именно Соник пропадет. Он наверняка знает что-то, чего не знаем мы. Спокойно, я знаю, что случилось. Мой ультразвуковой ускоритель вызвал такое частое колебание молекул, что его просто перенесло в параллельное измерение. Повтори еще разок, но только помедленнее, и чтобы я понял. Соник не исчез. Конечно, он не исчез. Он навсегда останется в наших сердцах. Не боясь и меня! Что? Нет! Нет, ребята, он здесь, с нами, но просто находится в другом измерении. Может, если перенастроить датчик, мы сможем связаться с ним? Спроси, можно забрать его гамак? Эггмен, выходи! Считаю до трех. Если не выйдешь, начну все крушить. Один, два... Кто это пробил стену? О! О-о-о-о! Ты сам напросился, Эггмен! А! А! А-а-а! А-а-а-а! Хорошо, что я загрузил приложение по охоте за привидениями. Оно покажет следы потусторонней энергии. Но их нет. Наверное, призрак исчез. Ха! Кажется, Эггмана здесь нет. Мне почти жалко его вещи. Почти. Может, камеры наблюдения засняли привидения? Когда модераторы охотников за привидениями увидят это, они пожалеют, что заблокировали тебя. Эти наглые тираны вне себя от власти. Но они не смогут отрицать. Стоп. Что это? Харвард, увеличь! А-а-а! Компьютер, увеличь! Интересно. Это призрак Соника? Его вещи мне! Соник, подлывай меня! Тейлз, я слышу тебя! Где ты, друг? Соник, подлывай меня! Соник! Соник, ты где? Тейлз, рад тебя видеть! Хотя, вижу ли я, что происходит? Ты ускорился так, что попал в другое измерение. Если я смогу... Тейлз? Тейлз! О, я не вовремя? Конечно, я так и хотел. Теперь, когда Сеней в другом измерении, я повеселюсь над славой. Тейлз, ты защищай Тейлза, чтобы он спас Соника. А мы остановим Эггмана. Соник, я знаю, как вытащить тебя. Просто надо перенести мой пульт в твое измерение. Но как это сделать? Я иду к тебе. А это безопасно? Нет, но я тебя не брошу. О, ты всегда так бегаешь. А скажи, пожалуйста, а почему тебя не тошнит? Прости, Тейлз, но некоторые секреты я раскрыть не могу. Надо помочь остальным. Срочно! Почему не получается? Мы не можем набрать скорость, нужную для перемещения. Надо двигаться еще быстрее. Только не говори, что я медленно бегу. Нам их не одолеть! Скучали? Весь план был построен на твоем отсутствии. Ну да ладно. Ну, вперед, Тейлз! Я пока отдохну. Если ты не против. Мне больше достанется. Я не говорил отступать. А ну, назад! С возвращением, Соник! Если увидишь, что некоторые вещи пропали, не думай, что это взяла я. Вот и закончились эксперименты по ускорению Соника. Я и так шустрый. И что важнее всего, меня всегда поддерживают друзья. А мы всегда рады. Может быть, отметим победу в Нямбургере? Да, здорово! Конечно! Подождите меня! Пожалуй, я пройдусь. Озвучено по заказу АО «Первый канал» Всемирная сеть Соник Бум. Встреча с фанатом Не верится, что ты будешь произносить речь на дне выбора профессии. А мне не верится, что тебе не дали слова на дне шуток. Приветствуем всех на дне! Профессий? Быть комиком так здорово! Много путешествий, знакомства с культурной элитой и вкусная еда. Но денег я так и не заработал. Помните, дети, не подписывайте контракты сами с собой. Вы знаете, что такое искусство почтальона? Мой вам совет. Вы вообще не работаете. Просто станьте потомком богатых аристократов. Жаль, что не всем это удается. Он загнал меня в угол. Выхода нет. И тут я отталкиваюсь от стены, делаю сальто, двумя ногами раскидываю роботов и сбиваю самолет Эггмана. Вон он! Я Шаник! Ты взрослый для дня профессий. Я не школьник. Я пришел увидеть тебя, Барк Тапир. Я твой фанат номер один. Ладно, хватит жать мне руку. Да, прости. Раз у тебя освободилась рука, можно попросить автограф? Конечно. Бумага есть? А, забыл бумагу. Как ужасно. Как глупо. Ничего, ничего. Как-нибудь в другой раз. Да, в другой раз. До скорого, Соник. Я же сказал, до скорого. Забавно, да? Сядешь со мной? Я сяду к своим друзьям. Я все понимаю. С-с-с. Ребята, это Марк Тапир, мой фанат. Марк, это мои друзья. Не могу поверить, что я завтракаю с ежом Соником. Мы заказали одно и то же. Ходок с чини, картошку и виноградную соновую. У меня апельсиновая. Ай, перепутал. У тебя странный друг. Ты знаешь, по-моему, он слегка помешан на тебе. По-моему, это очевидно. Ты же заканчивала курсы психологов. Он просто фанат. У меня их десятки. И он единственный, кто меня не критикует. Ха, я больше всех заслуживаю толпы фанатов. Смотрите. Аппетитное. Как у тебя, Соник. А мы уже все доели, Марк. Да, я тоже. Я тоже. Классно пообедали. Я сам пеку пираги. Заходите ко мне в хижину. Дверь всегда открыта, когда я ее не запираю, чтобы никто не мог войти и выйти. Ну, пока. Видите? Приятный парень. А, эта очередь никогда не закончится. А, привет, Соник. А ты почему стоишь в очереди? Ты же герой и не должен терять время среди простого народа. Ну, я так думаю. Тебе нужен личный помощник. Я возьму на себя всю грязную работу, а ты будешь свободен для новых подвигов. Ладно, ты принят. Первое задание. Стой в очереди, пока я героически куплю хот-дог. Извините, подопустите. Посылка от очень важной персоны. Оставьте эту посылку. Она от Соника. Ежа. Я его личный помощник. Надо купить еще одну Марку. Это мое первое задание. Я все испортил. Я неудачник. Эй, Марк. Он идет притворить, что все в порядке. Ну, так все в порядке. Делай вид, что это правда. Ты отправил посылку? Соник, вы что, Заминка? Ты не поверишь. Нужна еще одна Марка. Без проблем. Отсылай. А я пока даем хот-дог. Ух, нанесло. Сделаны боссы. Марк, мне кажется, мы с тобой отлично сработаемся. Как у тебя. Почти готово. Осталось дорисовать руки. Все отлично. Нужно только зарядить аккумуляторы. А я? А мои аккумуляторы? Я бы тоже подзарядился. Все, теперь стратегия. Нужно немного ускорить вертушку и отработать удар в ахилесову питу. Хорошо. Моя ахилесовая пита. Молодец, Марк. Это все ради тебя. Да. О, да. Ты просто отлично работаешь локтями. Соник, есть лишний билет на Капитана Мусора 3, Секрет Мусора. Пойдешь? Там есть все ответы на загадки второй серии. Наконец-то. Идем. Стой. А? Сегодня же интервью для твоих мемуаров. Давай в другой раз. Надо хотя бы обложку закончить. Пусть они идут, а я тебя подбдошу. Увидимся в кино. Мы с тобой все время вместе. Может, возьмешь выходной? Нет уж. Я хочу все время тебе помогать. Я это установлю. Не волнуйся. Нет! Что? Мы с тобой попали в аварию. Случайно. Несчастный случай. И я буду за тобой ухаживать. Открой рот. Чук-чук. А вот и ложка супа. А может вызвать доктора? Какой ты вредный. Съешь пирог, он поднимет настроение. Чук-чук. Скушай кусочек. Кто мог подумать, что секрет мусора – это любовь? Странно, что Соник не пришел и в чате не отвечает. Может, Марк знает, где он? Давай разыграем сценку, которую я придумал. Выберну что-нибудь попну вообще. О, нет, и это, и это. Нет, это не то. Ха-ха-ха, я буду в броне Соника, а ты – Тейлза. Ага. А не проще мне сыграть себя? Тихо, Тейлз. Это Эггмен. Я сорву его злые планы. Четко и полненосно. Я бы так не сказал. Не сказал бы, Тейлз. О, пирог готов. Что такое? Нет, 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 нет. Первая картинка смотрит на северо-восток, а не на северо-северо-восток. Ты что, пытался сбежать? Сбежать? Нет, я вставал, чтобы взять твои сочинения. У, сын Эмми? Забавно. Мне все равно. Это всего лишь законы жанра. Что ж, пирог ждет тебя. Но раз ты плохо себя вел, придется кушать с моих коллекционных тарелок. Но с них нельзя есть. Они же грязные! Ты уверена, что это дом, Марка? Нет, но надо проверить. А ты не знаешь, где Соник? Соник, Соник, Соник. Синий быстро бегает? Нет, не знаю. Я здесь! Помогите! Это у меня будильник с криками Соника. Мне пора. Нам надо пробраться внутрь. А что происходит? Тихо, Тейлз. Вы все пострадали от хитрой ловушки, к которой я не имею никакого отношения. Не волнуйтесь, я позабочусь о вас всех. О, а вот и пироги для моих новых друзей. Извините, что не верил вам. Его нужно обезвредить. Но мы ведь лежим в гипсе. Мы не можем двигаться. Да, но он один, а нас четверо. Ну, держись, Марк. А-а-а! А-а-а! О, нет! Мои бедные раненые! Минутку! С ними все в порядке! Ну, вперед! Этот трюк у тебя всегда получается на слабу. Неужели меня победил Ёж Соник? Это самый счастливый день в моей жизни! Если ты еще не понял, ты уволен. Ой, какой кошмар. По крайней мере, я понял, как общаться с фанатами. А можно взять у вас автограф, мистер? Да! Озвучено по заказу АО «Первый канал» Всемирная сеть. Соник Бум. Тебя не одолеть, бота-пылесоса! Теперь я избавлюсь от тебя раз и навсегда! Правда? И сколько раз ты пытался сделать это, Эггман? О-о-о, ты уже серьезно. Нет! Да! Вот она моя победа! Сладкая, как конфетка. Злая конфетка, как изюминка в шоколаде, когда ты кусаешь ее, ни о чем не думая, а возьми косточку, и тогда... К чему я клоню? Ну! Та-дам! Зря я сомневался в тебе. Зря я так надеялся победить. Ты что, правда хотел поймать Соника в эту консервную банку? А тебя-то что? Ты не пытался поймать Соника? Это не так просто, между прочим. Хотя он прав в одном. Что изюминки в шоколаде бывают с косточками? И еще в том, что меня практически невозможно поймать. Он не сказал невозможно. Он сказал, что это непросто для него. Думаешь, ты бы меня поймал? Я в этом не сомневаюсь. Невозможно. Ты так уверен? А давай с тобой поспорим. Думаю, публика оценит. Тот, кто проиграет, споет в караоке песню о любви в нембургере. По рукам. Что это за безумный спор? Как говорится, тряхнем стариной. Не знаю, что значит это древнее выражение, но все это ради забавы. Это все плохо закончится. Почему это? Да потому что ты, Соник, слишком уж увлекаешься. Нет? А помните, вы поспорили с Наклзом, кто наденет больше шляп на обезьян? Это было проще простого. И они выглядели такими забавными. Да это просто дружеская пари, один из участников которого гений механики. А другой крутой и суперскоростной. И кто есть кто? Соник быстрый, а Тейлз умный. Да. А можно еще раз? Победит сильнейший. То есть я. Серьезно, такая легкотня? Попробуй взять хот-дог. Это ж проще простого. Неужели ты думаешь... Слишком легко. Ты правильно понял спор. Надо поймать меня, а не себя. Два с минусом. Тейлз, я и в первый-то раз не попался. Я знал, что гамак, рогатка, труба, клетка. Это сложно, но эффективно. Что такое? Прогресс. Я потерял контроль на целую секунду. Ну, ловушка почти такая же. Два с плюсом. Правда, рогатка, гамак? Слишком просто. Слишком просто. Знаете, сэр, хоть его успехи и сравнимы с вашими, но он прогрессирует гораздо быстрее. Потому что он годами наблюдает за моими... Тренировками. Стоп. Если желтый поймает синего, это только сыграет мне на руку. Как же, босс? Я выкраду Соника из ловушки Тейлза. Хотя я не доверяю свою работу другим. Ты включай систему спутникового слежания. А ты готовь эммобиль. Только не говори, что ты сдаешься. Ни за что. Но я обещал помочь Зое передоскать их. Поможешь, Соник? Легко. Я бы, конечно, помог, но тебе нужен настоящий силач. Это я, да? Да. Нет, что ты. Не хочу тебя тревожить. Получишь занозу. Легко отнял. Оп. Кое-кто покатился по наклонной. Я сказал, кое-кто покатился по наклонной. Правда. Я же так умен. КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА Твои ловушки становятся все сложнее и глупее. Лучше выпусти Эми, а я пойду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Никаких поблажек. Неплохо. Очень тонкая работа. Что ты здесь делаешь? Я готовил ловушку, но бросил Наверное, Эггман был прав Не расстраивайся, просто я слишком умён Ну что ж, тогда бери приманку Хот-дог не пропадёт Хот-дог меня погубил Нет-нет-нет, я не умею плавать Попался Я сыграл на твоём эго Притворился сражённым Небольшая помощь матушке природы и бум Соник попался Мой план сработал Какой план? Заставит тебя поймать Соника Ты сделал всю работу, и он теперь мой Мы не отдадим его тебе, да, ребята? Ребята? О, нет Я совершенно забыл, что они все в ловушках О, я рад, что ты разбудил меня Мне снилось, как я стал учителем младших классов Эггман похитил Соника из-за меня Я же говорила, что всё это плохо кончится Я знаю, им не очень жаль Потом прочтёшь мне лекцию Надо спасать Соника Я прочту лекцию по пути Убью двух зайцев Я уже заждалась Где вы были? Эггман Соник в опасности Из-за меня Звучит ужасно Но не время для сожалений Бежим! Нужно сделать холодильник, чтобы упрятать туда Соника и Жоника Я не знаю, что такое Ежоник Это игра слов Соник и Жоник Непонятно? А ещё есть рифма Соник-Слоник Хотя, при чём тут слон вообще? Можно ещё Соник-Домик Тоже забавно Бессмыслица Соник-Ёж Поэтому я его так и назвал Это вы виноваты Вы заморочили мне голову своей болтовнёй А друзья Соника уже здесь Вот они Ребята Я знаю, вы заняты Но помогите Так, так Это же Соник и Жоник Наклз, кинь меня в Эгмана, пожалуйста Я всё равно победил Я поймал тебя Ты был в плену минуту Я победил Ха-ха, да Извини, что всё так получилось Да, мне было нелегко Почему меня никто не предупредил? Без обид? Без обид А ты забыл, что мы тоже были в ловушке? У меня, конечно, хорошая прическа Но всё же Извините за эти ловушки Но ведь у нас всё получилось Я же знал, где вас искать И к тому же мы спасли Соника Мы же всегда на связи Давайте забудем обо всём Да запросто Осталось лишь одно Ты девушка моей мечты Мне нужна только ты Такое впечатление, что проиграл я Ну а ты проиграл Не говори Тейлзу Озвучено по заказу АО Первый канал Всемирная сеть Соник Бум Страх Соника И что, это всё? Ха! Ты так увлёкся второй фазой моего плана Что третья прошла у вас прямо под носом Смотрите! Обманул Как ваше поражение? Он хотел сказать Как ваша битва на равных? Как обычно Прошла на равных Если бы дошло до подсчёт очков Я бы победил Меня засудили Теоретическая победа Тоже победа Может отметим её чашкой горячего чая? Я уже предпринял против него всё, что мог Что же мне ещё придумать? Точно Чего больше всего боится Соник? Что все узнают, что он тайком ходит в подвал Наряжается в костюмы и поёт песни? Хорошая версия, но нет Он боится воды Я не могу победить Соника Потому что мы сражаемся на суше Да, вот в чём дело Музыку мне срочно! О, Соля! Прекрати! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как только простерну мои счастливые шорты Я придумаю, как заманить Соника под воду Итак, начнём с Азов Это пешка Ну, конечно Все мы пешки на доске жизни Мне уже нравится эта игра Ну и ну! Рыбный дождь! Аллилуйя! Да уж, вот это задача Вот что чувствуют птицы! Смотрите на меня Я пингвин! Мы приближаемся к источнику Так, проверка Раз-два, раз-два Я сейчас на дне, Соник Я собрался нагнать огромную волну и смыть всю вашу деревню Попробуй, останови меня Что он сказал? За ним! Не сейчас, Эмми Не будем торопиться Вдруг он блефует Кто дрейфует? Датчики засекли необычную сейсмическую активность Она создаст огромную волну в течение восьми часов Надо что-то делать! Ой, ой, зачем торопиться? У нас восемь часов Давайте пойдём в неамбургер Подкрепимся Не бороться же с Эгманом голодными Я прав? Прав? Ладно Стоп! Вы куда? Я задумал злодеяние Помешайте мне! Не мешай мне, пингвин! Они вернутся Герои должны спасти свою деревню Если их подождать, то они точно появятся Знал бы, взял бы судоку Ну, что будем делать? Потренируемся в духе Томми Фандера? Сыграем волейбол? Или изобразим симфонический оркестр? Ну, а как насчёт Эгмана? Подожди, Тейлс! Ты же знаешь, что после еды три часа нельзя плавать Соник, ты увиливаешь? Увиливаю? Нет! Зачем мне увиливать? Не люблю увиливать Есть вещи получше этого Газировки, книги, буррито Первый день весны, второй, третий, четвёртый, пятый Ладно, я признаю Я не умею плавать Я так и не сходил на уроки в бассейн Соник, ты же обещал Представь себя, меня отправили в детскую группу Я же не мог плавать с пятилетними Они так жестоки, когда видят слабость Надо в первый же день показать кулак главному задире Наклс, не надо Да ладно тебе! Я думаю, у Эггмана самое серьёзное намерение Поэтому я придумал для вас это Отлично, Тейлс! Набьём их листьями, опустим в океан и напугаем его до смерти Нет, это костюмы для подводной борьбы с Эггманом Ладно, перехожу к плану Б Ну! Вперёд! Давай мы тебя подтолкнем Нет, 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 нет Ситуация крайне сложная Нам нужен профессионал Расскажи мне всё И пусть тебя не смущает, что я обладатель премии за достижения в журналистике Открой мне свои тайны Обладатель премии? Хотя их, конечно, дают всем журналистам Всё равно это премия! Так, запомни одну простую вещь Вода – это не страшно Просто обычная, безобидная, аж два Пожар! Тушите! Плохой пример С моей особой системой Гарантирую, вскоре ты перестанешь бояться воды Шаг первый Скорее всего ты справишься! Я не умею плавать! Эти дети были правы! Хоть и жестоки! А, она же надувная Ладно Ничего, подожду, пока меня спасут Или брошу вызов страхам Мы здесь, Соник! Как у тебя дела? Не так уж и плохо Вроде даже ничего Я поборол страх Просто проверяю эластичность костюма Плыви на север Эггман сейчас где-то там Если увидишь морских обитателей Ты меня не знаешь, понял? Он поборол страх воды И теперь твоим планам настал конец Это хорошо Я рад, что вас совсем не волнует Тонна воды вокруг Да, здесь нет кислорода Ни одного пузырька Везде одна вода Аж два И еще кработы Разберемся с этими крабами Я сейчас, минутку Эй, вернитесь! Не нужно вас расплющить Соник, нужна помощь Я как рыба без воды Ай, хватит! Мне щекотно Не так уж и сложно О! Ну вот! Держись, Соник! Нет, 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 нет Телс, тревога! У Соника заканчивается кислород! Я не взял запасную маску Может, пойдет провод Из системы охлаждения Я отнесу его Сонику Но у тебя нет костюма А мне и не нужен костюм Я не взял запасную маску Девушки отдыхают Эй, помойные вёдра, сюда! Вперёд! Дейлс, куда мне их нать? Справа от волновой установки Эггмана есть слабое место. Отлично, Соник! Теперь машина направлена во правную сторону от деревни. Она взорвётся! Надо выбираться! У меня вот чуть плохое предчувствие. Надеюсь, я успел продлить страховку от наводнений. Соник, ты рад, что поборол свои страхи? Поборол? Ты что, шутишь? Они выросли в десять раз! Это было самое страшное задание в моей жизни! Воду больше не ногой! Шаг второй. Сейчас не лучшее время просить чек. Соник Бум В час ночной Я! 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 Я мастер всех видов искусств. Но себе-то не ври. Это просто мазня! Соник, проснись! Что ты сказал, леденец? Не называй меня леденцом! Я не Эмми! Что? Стикс? Что ты делаешь? Отпусти! Скорее бежим в телестудию! Там бродит привидение с красными глазами! Мне снился такой прекрасный сон! Я танцевал с леденцами! Иногда я что-нибудь рассказываю, а потом жалею! Ой! Ну, я видела его своими глазами! Чувствовала запах носом! Ощущала шестым чувством! Я пошел спать! Да, тяжело быть, Стикс! Когда что-то правда происходит, тебе уже не верят! А как же! Без тебя знаю! И ты видела его одна, посреди ночи, в пустой киностудии, когда рисовала картину лапами? Это называется джиу-джит-сериализм! Прекрасный способ самовыражения! Представляешь, я нашла 40 банок краски и не знала, что с ними делать! Устал ли я? Нет, я спал как дитя! В разбитой лодке на берегу! А ты знаешь, Стикс, недостаток сна может вызывать зрительные галлюцинации! Не может! Я вообще не сплю! Честное слово, на телестудии было что-то странное! И я докажу вам это! Здравствуйте, мои сонные друзья! Это Сновещатель, и я приглашаю вас в удивительное путешествие! Мой голос отправит вас в сладкую страну леденцов по собственной воле, а не потому, что вы под гипнозом! Жители деревни, очнитесь! Вас обманывают! Ромут управляет вашим сознанием! Да проснитесь вы, бараны! Баран – это ругательство! Надо говорить барашки! И они ответят за это в суде! Сновещатель поработил ваш разум! Ужас! Стикс, что на тебя нашло? Что за безобразие? Я очень рада, что вы пришли! Вы готовы протестовать против произвола! Да ты не в себе! Ты разгромила мою студию, и я пропустил игру! Да, что за безобразие так можно! Стойте! Наверняка же есть какое-нибудь разумное объяснение! Есть! Я был занят! У меня была важная игра! Нет! Я имею в виду разумное объяснение этому! Студию разрушил робот, который столько времени зомбировал вас по телевизору! Ну надо же! Стикс, этого робота видела только ты! Но он существует! Его зовут Сновещатель! Худшая кличка на свете! А мне нравится! Да, звучит так загадочно! Послушайте, может быть, кличка и ужасная, но он гипнотизирует вас с нами о леденцах! Ну включите же мозги! Я включил свой мозг, и мне не нравится твой тон! А раздутое самомнение и подавно! Интересно, ты шутишь, или это момент прозрения? И то, и другое! Неужели вы не верите? Я думала, мы друзья! Это она, офицер! Она ворвалась в мою студию и разрушила ее! Это не я! Это Сновещатель! Комик Чемп всегда говорит правду! Он же работает на телевидении! Как хорошо, что вы пришли арестовать меня! Я же ни в чем не виновата! Это для твоего же блага! Побудешь под присмотром, придешь в себя! Вы все заслужили леденцы! Какая тоска! Даже чудесная губная гармошка не может развеселить меня! Не могу поверить, что друзья считают меня странной! Может, я правда вижу то, чего нет! Может, на самом деле это не рука, а нога! Глупцы! Наконец-то вы в моей власти! Для этого потребовалось телевидение и очаровательный робот-гипнотизер! Я бы не сказал, что он очаровательный! Не хочу хвастаться, хотя люблю! Но контролировать сны с помощью телевизионной антенны – это моя самая гениальная идея! Жаль, что никто не оценит! Сновещатель постепенно завладел их разумом, и теперь они все под моим контролем! Смотрите! Танцуйте! Танец мечты! Я знала, что сновещатель существует! И моя рука – это правда рука! Оу! Сновещатель не загипнотизировал тебя только потому, что у тебя нет телевизора! Да что с тобой? Что ты делаешь по утрам? О чем болтаешь с соседями? Я всегда знала, что телевидение создано, чтобы контролировать разум! Это я не вам! Вы смотрите! Город послушных зомби – это хорошо! Но вся планета еще лучше! Начать строительство суперсонного спутника! О, 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 о! О, ты чего? Или нет? Наклз, у меня здесь леденец! Слушайте сновещателя и засыпайте Ешьте сладкие конфетки и присоединяйтесь к нам Сопротивляйтесь жуткой тяге к сладкому Ого, никогда не считал ее трусихой Послушные марионетки, это великий день Для меня, для вас нет Мое влияние не ограничится этой деревней А распространится по всей необъятной планете Они мне не хлопают, лишь потому что они загипнотизированы Это Лена Скоро сновещатель начнет трансляцию на весь мир И моя власть будет безграничной Мне нужно лишь нажать эту кнопку И вот эту И ввести код здесь Снять отпечаток пальца Потом магнитная карта И, наконец... Не так быстро, Эггмен! Быстро? Что здесь происходит быстро? Ужас! Какая-то шапочка из фольги лишает меня власти над ними Все равно у меня целая армия послушных лунатиков Зомби в атаку! Это, конечно, не самая сильная армия Но все же... Стикс, что происходит? Массовый гипноз! Надень их на голову Наклзу и Дейлзу! Эй, я больше не в полном ступоре А в обычном ступоре Наконец-то я свободен! Этот горький опыт изменит мою жизнь навсегда! Я больше не буду безликим зомби в толпе подобных! Я стану другим! Мир! Встречай нового дикого кота! Извини, что перебиваю Но нам нужно бороться со злом Сномещатель, пора спать! Сейчас я спою тебе колыбельную Ну вот, еще один план провалился Но ведь мы всегда с вами Верно подметил, Орбот Но тебя никто не спрашивал Прежде чем домой, я выну из тебя чип остроумия Но не хотите извиниться? За что? Мы были под гипнозом А это не мы Это все сновещатель Правда? И вы не считаете меня странной? А ну... Озвучено по заказу АО «Первый канал» Всемирная сеть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА